Гаттерленд во Флориде. Родной дом для группы кубинских крокодилов. В естественных условиях они находились на грани вымирания. Но защита их даже в неволе – очень непростое занятие. Среди смотрителей за рептилиями они пользуются дурной славой, и даже повседневный обход может вызвать бурную реакцию. Этот голуб характерен только для кубинского крокодила. Он может развить скорость до 15 км в час. Один смотритель, который захотел облегчить работу с этими животными, решил попробовать кое-что новое – тренировать их. Известно, что крокодилы по-разному реагируют на разные звуки. Но способ, в котором эти кубинские крокодилы реагируют на дрессировку, демонстрируют иной уровень интеллекта. Три крокодила в этом бассейне получили собственные имена – Рикардо, Чикита и Люси. Ясно, что они могут слышать под водой голос своего дрессировщика, но, что примечательно, они умеют распознавать свои имена. Рикардо, сюда! Рикардо, сюда! Хороший мальчик! Хороший мальчик! Умница! Только Рикардо, чье имя произнесено, плывет на зов дрессировщика. Сюда, Рикардо! А теперь дрессировщик требует остановиться. Рикардо, стоять! 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 Он останавливается в каких-то сантиметрах от еды. Молодец! Хороший мальчик! И он держится в стороне, затем подплывает поближе. Рикардо, подъем! Наверх! Молодец! Оказывается, что крокодилы – единственные рептилии с развитой корой головного мозга. Рикардо, вода! Сила ума! Вот что, без сомнения, помогало крокодилам приспосабливаться к окружающему миру в течение миллионов лет. Но только сейчас мы начинаем видеть иное, кроме привычного имиджа хладнокровного убийцы. Продолжение следует...